В Приднестровье завершился конкурс социальных проектов на президентские гранты. Деньги на реализацию своих идей получат семь победителей. Всего выделили 3 миллиона рублей. Подробности у Аллы Горбатенко. Сокровище «Вечное» – так называется совместный проект Старообрядческой общины Бендер и Высшего художественного колледжа имени Постойкина. Два года назад старообрядцы получили грант на реставрацию самых ветких книг и рукописей. В прошлом году благодаря поддержке президента открыли музей древней русской книжницы. Сейчас деньги хотят направить на реставрацию старинных икон. В этом гранте предусматриваются несколько направлений. Первое – это сохранение уникального собрания икон общины, которое является достоянием республики. Второе направление – это проведение научной работы. Запланированы мастер-классы, семинары, вебинары. Также с привлечением реставраторов и искусствоведов из России, из Беларуси, чтобы консультировали преподавателей и студентов, которые будут заниматься реставрацией данных икон. В старообрядческой общине Биндер около 150 уникальных икон, которые представляют собой историческую ценность – самые старинные XVIII века. У студентов художественного колледжа есть опыт восстановления таких экспонатов. В качестве своей выпускной работы выпускники колледжа брали иконы, так как очень многие иконы в очень плачевном состоянии. Хочется, конечно, это все сохранить, чтобы могли это увидеть и потомки. Всего в этом году на реализацию президентских грантов направят 3 миллиона рублей. Эти деньги помогут продолжить научное изыскание археологам, развивать детский футбол в республике, открыть школу волонтеров и многое другое. Из 60 поданных заявок отобраны 7 проектов. Президент отметил, что среди поступивших предложений много и других идей, которые заслуживают внимания. В перспективе их тоже можно будет поддержать, но уже из других источников.